Всем привет! Меня зовут Оксана Терехова. На этом канале мы рассматриваем типажи Larsen и составляем умный гардероб, как из одних классических теплых брюк сделать 5 аутфитов. Давайте посмотрим. Выбирайте брюки базового оттенка без каких-либо ярких рисунков, но и не черные. Почему? Потому что так свежее выглядит образ, на мой взгляд. Я все ссылки оставлю на похожие модели в боксе под видео, потому что многие из этого куплено было достаточно давно, но куплено правильно, поэтому носятся с удовольствием. Итак, верх, как вы видите, подобранный по цветотипу. Это темный насыщенный баклажанный оттенок. И ему для контраста я подобрала вот такие вот зеленые изумрудные серьги, которые втыкнула прямо в дырку со своими маленькими сережками. И пояс. Вот эти две вещи создают сразу некую праздничность. Кстати, эти же пусеты можно использовать, если подрезать у них гвоздики, можно использовать и для... в качестве брошки. Две детали ярко-зеленого цвета. Обратите внимание, они одной интенсивности с топом, да, то есть они одной интенсивности со свитером. Сюда также по интенсивности подходит еще желтое, красное золото. Но я ношу чаще всего белые, вот только вот часы мои любимые Дэниел Веллингсон, которые тоже подходят мне по типажу. Сюда хорошо подыграют. Не обязательно, чтобы фурнитура прям один в один совпадала, это уже как будто в житке в прошлом. Следующий образ не совсем правильный, на мой взгляд, но будет вам стильная задачка. Вот эта блуза, обратите внимание, очень красивая, очень интересная. Она немножко спорит с фактурой брюк. Почему? Потому что она такая шелковая и летящая, а брюки все же более плотные. И получается некий квадратик, видите? Это будет вам стильной задачкой. Здесь не идеальный, конечно, олдфит, поэтому напишите, пожалуйста, какой низ подойдет лучше всего под этот топ. Проверим ваше чувство вкуса и вашу надсмотренность. Следующий отфит с этими брюками мы берем свитер с горлом, нынче популярный, очень у меня из хлопка. И так как я классик, гамин-классик, то обратите внимание, у меня плоская фактура. Ну, а если вы натурал, то вы можете брать крупные вязки, крупные фактуры. Я тут немножко играю в натурал, а видите, спрятала волосы так, как они носят. Те, кому лохматость подходят, это девочки, у кого есть типажи натуралов. Все магазины отшивают натуралов, поэтому одежду вам найти вообще нет никаких проблем. Чтобы показать, обозначить, где у меня заканчиваются ноги, чтобы не укоротить себе ноги, я сюда использовала ремень и встала чуть-чуть на каблучок средней высоты. Каминам очень полезно обозначить талию еще и заправкой одежды, топов, запоев. Благодарим еще какую-то мелкую деталировку, это тоже подыграет по-другому. Здесь я буду использовать тоже сережку Pusset, она несколько такая, как люстра, я не использую ее для ушей, опять-таки, по этой же причине. Но хорошо она идет в качестве броши. Вот так вот выправим на одну сторону, покажем, что есть у меня где-то талия и маленькая тоже соразмерная сумка. Вот это вот пропорции, да, это очень хорошо отыгрывает для девочек, в названии которых есть гамин, то есть невысокого роста девчонок. Вроде бы тот же свитер, но по-другому смотрится. Обратили внимание? Напишите, пожалуйста, какой образ вам нравится больше. А сейчас, тадам, покажу вам несколько вариантов, как складывать ворот. Пожалуйста, не носите сложенный вдвое. Это некрасиво, это так банально, ведь если ворот есть высокий, даже если у вас относительно не длинная шея, пусть он будет просто гармошкой у шеи. Пусть будет по-всякому, это будет гораздо интереснее. Ставьте лайк, если этот вам лайфхак был полезен. Спасибо. Следующий. Я возьму черную шерстяную жилетку и часто использую ее, она очень мягкая, очень приятная к телу. У нас есть 100% шерсть, я использую ее в качестве майки. Можно надевать ее под жакеты, под расслабленные, двубортные, модные нынче жакеты. И получится следующий аутфит. Давайте сюда добавим пояс. Хорошо было бы здесь мельче пряжку использовать. Почему? Потому что пуговицы, видите, скругленные и очки скругленные. Поэтому, ну, у меня сейчас на данный момент была только такая. А вообще представьте, что здесь пояс что-то вроде символики Дольче Габбана. Популярный нынче у каждого блогера есть. И что мы делаем? Второй аутфит, первый вы увидели, да? Второй аутфит, если мы берем этот пояс и прямо по средним пуговицам используем его поверху. Вот так вот сумки носить не очень сейчас трендово. Поэтому берете крупные сумки и используете его в последних тенденциях как мягкий объемный клатч. Вот так. Вот так смотрится гораздо лучше. И старая сумка может заиграть новыми красками. Обратите внимание. Напишите, какой вариант вам нравится больше. Следующий аутфит более спортивный. Я беру термо-майку, термо-топ. Моя это не правильно назвала. Я беру термо-топ. Он есть в любом спортивном магазине. Кстати, лучше покупать такой именно в спортивном магазине. И сверху что-то вроде такое, как сетка свитшота. Опять-таки соразмерно своим размером гамина сумку. Маленькая сумка. Которую я буду использовать как поясную сумку. Видите? Если у вас есть маленькая сумочка, попробуйте поиграть таким образом. Не обязательно покупать еще одну поясную. Берете любимые кроссовки. Желательно, чтобы они были однотонные, не яркие. Хотя яркие сюда тоже может подойдут, если вы поддержите чем-то в тон. Смотрите, сюда, например, к розовым моим кроссовкам Zara хорошо подошел бы вот этот короткий свитшот. Ну, раз уже оделось белый, то будем в белом. Берем классическое пальто и именно вот такой вот спортивный вид может приструнить, сбить спесь, сбить вот какую-то такую напыщенность классического пальто. И посмотрите, как это смотрится. Сейчас подобный вид транслируют многие фэшн-блогеры. Я слежу за многими англоязычными фэшнистами. И вот это вот классическое пальто со спортивным свитшотом получается такой глэм-спорт. Напишите, пожалуйста, какой образ понравился вам больше всего. Спасибо вам еще раз за лайк, за то, что смотрите, доверяете. Все ссылки в боксе под видео. Пока!